22-й дом на загородной улице обслуживает ЖЭУ номер 3. И обслуживает странным образом. Деньги жильцов принимает регулярно, а работу свою не выполняет. Скоро отопительный сезон, а теплотрасса в подвале в плачевном состоянии. Водопровод как расчета, дырявый. Каждый год они копают. Каждый год с этого водопровода все идет к нам в подвал. Еще весной жильцы начали бить тревогу. Но на слезные мольбы ни ЖЭУ, ни служба единого заказчика не реагируют. Точнее наносят визит и уходят не попрощавшись. Они сунули вот так голову и дальше не пошли. Я говорю, нет, давайте пойдем со мной. Я резиновые сапоги одел. Они не пошли со мной. Мы не можем. Я говорю, так вы считаете, что нормально? Да, у вас все нормально. Сунуть голову дальше начальникам нет никакой возможности. Потому что в подвале кругом вода, а в квартирах крысиный клещ, плесень и повышенная влажность. Вызванные сантехники отказываются работать в таких условиях. Тут не доступиться ни до крана. Слесаря подойдут, посмотрят, что такое, такая наркотия. И не хотят, ни один слесарь никто не хочет обслуживать. Почему? Потому что, говорит, у вас, говорит, домоуправление не занимается этим. А мы, говорит, в такое состояние не пойдем. Нам, говорит, не дают ни резиновых сапог и за вредность, говорит, не платят. Жильцам дома тоже, пока за вредность доплачивать никто не намерен. Наоборот, они сами, заботясь о своем жилище, покупают вскладчину материалы и ремонтируют все своими силами. Лестницы вот эти побелись, стены покрасили, окна покрасили. Ну, по-моему, не очень так. Ну, ничего, все вроде бы. Ваши жильцы сами? Сами, сами. Мы все сами делали. Все сами. Пытались жильцы облагородить и детскую площадку. Поставили заборчик и песочницу. Но ЖЭУ тут же начало ремонт теплотрассы в соседнем доме. И трактор развалил хрупкий райский уголок. Вообще, ремонтом во дворе занимаются часто. Поэтому вокруг дома все дороги изрыты. Конечно, никто чинить их не собирается. Опять жильцы сами привозят щебенку и засыпают огромные ямы, через которые ни пройти, ни проехать. За это, кстати, их ругают начальник ЖЭУ. Горожане решили его переизбрать. Но, судя по пухлой переписке с городской администрацией, дело это будет долгим. Видимо, название улицы «Загородная» себя оправдывает.